Московских Эмиратов Мы приехали из города Белтс Я приехала из Одессы Я из Канзаса, из Украины Я приехала из города Героя Розного, Чечня Засички Болгари, Родени И нас объединяет Всех объединяет Нас всех объединяет Нас всех объединяет Мы все объединены Нам всех объединяет Нас объединяет Самое лучшее, самое главное Первое, общественное радио Радио Славик Фэмили Славянское общественное радио Славик Фэмили Радио Первое, общественное Радио Славик Фэмили Славик Фэмили Радио Славянское общественное радио На 11.30 А.М. Славянское общественное радио Славянское общественное радио Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ваше любимое радио в FM-качестве Местные и только самые важные новости Информация с наших с вами дорог Прогноз погоды и море Бесконечный океан в вашей любимой музыке Музыки действительно по вашим заявкам Наши самые любимые местные Непьющие, поющие, ведущие И все это для нас с вами Итак, записывай, запоминай Настраивай свой приемник 100.7 FM Ваше любимое радио в FM-качестве Субтитры сделал DimaTorzok 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 В 99% случаев вниз, и это такой, знаете, своего рода естественный подогрев рынка, потому что все, что было переоценено, оно сейчас обретает какой-то новый смысл, и покупатели, которые даже раньше не смотрели на это, сейчас смотрят на это как на что-то уже такое возможное, что можно потрогать и что становится реальным. Обращают на это внимание, пишут офферы, и очень много ситуаций, когда месяц-два, а то и больше дом мог стоять на рынке по завышенной цене, никому он не был интересен, не было ни шоуинс, ни каких-то там, тем более, офферов, да, происходит такое существенное изменение цены, то есть процентов так на 5-10, это в тех случаях, когда очень сильно она была завышена особенно, и таким, знаете, в кавычках волшебным образом мы наблюдаем, как 2-3-5 офферов сразу на этот дом появляется. И почти всегда эти офферы выше, чем то значение ценовое, на которое этот продавец опускается в цене, потому что они начинают между собой конкурировать, и вот этот закон рынка при наличии нескольких покупателей на один объект продажи, он свое дело делает, и в итоге, например, если вы продавали дом там за 400 и снизили до 360, вполне вероятно, что вы сможете этот дом продать где-то в районе там 375-380, опять же, в зависимости от ситуации, и в зависимости от того, сколько он на самом деле стоит на рынке. То есть вот этот эффект, он всегда дает о себе знать, и вы можете очень значительно вот таким образом от второй цены, которую вы сами впоследствии определили, устав продавать, дорого, потому что это бессмысленно практически всегда, вы можете, тем не менее, по факту очень незначительно уступить сами себе, потому что конкуренция, как я уже сказал, сделает свое дело. Чем больше людей к этому прибегает, тем, опять же, более здоровый рынок, тем более здоровая конкуренция, и тем активнее у нас становятся и пендинг листинги, и продажи. И поскольку цифры не меняются, я думаю, что это такой общий тренд к тому, что риелторы, мы, да, мы общаемся со своими клиентами и рассказываем им о том, что у нас творится. Мы рассказываем о том, как себя ведут другие продавцы в этом же ценовом сегменте, допустим, в той же местности, где продается этот, допустим, какой-то отдельно взятый конкретный дом, и говорим, что делают другие люди. Посмотрите, сравните, потому что вы можете долго упираться, вы можете долго спорить сами с собой, но человек на соседней улице, который продает в вашем же нейбо ходит, очень похоже на ваш дом, он, соответственно, сделает первый шаг, и, как правило, он на себя срывает, собирает весь спрос. Потому что если он очень во втором случае правильно и корректно попадает в среднерыночную цену, люди, которые начинают сравнивать этот дом со всем тем, что в этом нейбо ходе есть, они, конечно же, отдают предпочтение этому дому, а не вашему, ваш здесь просто как статист в этой ситуации, то есть они смотрят на то, что он ваш, допустим, по завышенной цене, рядом точно такой же или очень-очень близкий и похожий на ваш в таком же, допустим, состоянии того же года, там, схожие планировки и так далее, со схожим размером земельного участка, что он стоит, там, допустим, на 10-15 тысяч дешевле, и вы видите, как туда едет поток машин, проезжает мимо вашего дома, не останавливаясь, и в итоге тот дом становится пенден и по факту продан. И вы, к сожалению, упускаете эту возможность, думая о том, что сейчас этот дом продастся, и, соответственно, конкуренции у нас здесь не будет, и мы тут спокойно будем продавать. Нет. Дело в том, что даже когда тот дом становится пенден или солд, по большому счету в вашей ситуации ничего не меняется, потому что тот дом, он в истории остается, оценщики на него продолжают смотреть, это, опять же, ну и риэлторы, соответственно, тоже, то есть мы, когда изучаем определенную местность, мы смотрим же по большей части не на то, почем сейчас продаются дома здесь, а почем они были, когда они стали пенден, пенден, сколько дней на рынке они простояли, пока они стали пенден, то есть пока не появился оффер, который принял продавец, и какая фактическая цена закрытия. То есть вот эти цифры для нас являются наиболее важными, мы обращаем на них ключевое внимание, а то, по чем там продаются остальные дома, они нам интересны постольку, поскольку. Потому что, когда мы открываем любой актив листинг, как правило, мы обращаем внимание на то, сколько дней на рынке этот дом уже стоит. И всегда, почти всегда, почти во всех случаях абсолютно резонное сопоставление того, допустим, дома, который стал пенден, и мы видим, к примеру, что он стал пенден через 4 дня, и цена у него была такая, это когда он стал пенден, а потом мы смотрим на дом, который актив, и он уже на рынке, допустим, там 30 дней, и цена у него изначально выше, чем этого соседского дома, и все встает на свои места. То есть эти дома, которые висят в статусе актив, они продолжают быть домами-статистами, они являются чем-то, знаете, как в музей, когда человек заходит, он просто смотрит на какие-то экспонаты, они ему интересны постольку, поскольку он может там какие-то решения заимствовать, допустим, там, какой ремонт там сделан, или как там что-то отдекорировано. В этом смысле да. И опять же, в этом же смысле к вам домой могут приходить люди, которые под соусом того, что вроде как они потенциальные покупатели, реально смотрят на то, как, допустим, что у вас в доме сделано. Вы думаете, что вот, там был кто-то, и на самом деле они были совсем за другим. И это первое. И второе, они могли просто посмотреть, а что же там такого волшебного в вашем доме за эти деньги, которые вы за него хотите. И когда они видят, а эти покупатели, в отличие от многих продавцов, действительно сравнивают, они действительно ищут свой дом, они смотрят, смотрят такой дом, в котором максимальное количество их требований встречается, и у них намного больше информации. То есть вот продавец, любой продавец, который продает свой дом, он думает, что да, он все знает, все понимает, у него там шикарный дом, он знает, сколько он стоит и так далее. Если вы бы вели себя так же, как покупатели и были бы такими же активными, то вы бы, вот для многих это может быть сейчас станет таким открытием, но продавец, чтобы понимал, что он не заблуждается, и для того, чтобы он понимал, что его риэлтор говорит ему правильные вещи, должен сам самостоятельно посещать опенхаусы, он должен сам самостоятельно интересоваться о том, что происходит на рынке, и какие дома вокруг в ближайшей доступности выставлены, что с ними стало, похожи ли они, что они себя представляют и так далее. И таким образом у вас эта картинка, которая у вашего риэлтора и так понятна, ему самому, да, и он вам об этом рассказывает, но вы там по какой-то, только вам одной понятной причине ему не верите, или хотите там заблуждаться в чем-то своем, продолжать какое-то время, как многие говорят в поисках дурачка, что сейчас вот он придет там с двумя чемоданами кэша, купит этот дом, и вот мы его будем ждать. Ну, да, вот многие так сидят и ждут. А потом в итоге берутся за голову, начинают вникать в то, по каким правилам и законам работает рынок, и понимают, что то, что они там ждали кого-то, ну, это ни к чему не приводит. Да, и как я уже неоднократно говорил, те, у кого два чемодана денег, они у них потому и есть, что они умеют их считать. Если кто-то думает о том, что это люди, которые их печатают и даже не знают, сколько у них, то опять это очередное заблуждение, потому что эти люди потому и накопили столько, что они их копили, они там ужались, там где-то что-то заработали, там что-то еще сделали, да, и это люди, которые знают деньгам цену. И когда вы думаете, что за ваш переоцененный дом вот такой человек просто вывалит кучу кэша и даже не спросит, то это, наверное, скорее похоже на такое отмывание денег, чем на какую-то реальную сделку. А в первом вы точно участие принимать не хотите, потому что это все плохо кончится. Поэтому если вот на это с этой стороны смотреть, то вот этот вот, знаете, такой общераспространенный подход и закон, что на базаре два дурака, один продает, а другой покупает, он на самом деле за уши притянут к нашему рынку недвижимости, если честно. То есть в нем есть такая какая-то относительно небольшая доля правды, но он в полной мере здесь не работает. Он может работать, знаете, вот когда вы там мед покупаете, там варежки, там я не знаю, что угодно на этом базаре, но когда речь заходит о рынке недвижимости, здесь очень много правил, которые придуманы не непосредственными его участниками, то есть покупателям и продавцом, а регулирующими органами, допустим, теми, кто придумывает какие-то финансовые продукты, вот эти Fannie Maeve, Freddie Mac, FHA, там этот Housing Urban Development Agency и прочее. То есть здесь есть много всяких разных других регуляторов, которые, может быть, косвенно, но тем не менее за многие-многие годы формируют определенные правила игры, и все остальные, соответственно, задействованные лица в этом, это риэлторы, это инспекторы, это loan officer и так далее, они уже, соответственно, под это дело подстраиваются, потому что такой большой рынок, такой емкий, и с такими номиналами он государством просто так на откуп никогда в сторону не будет отдан, потому что уж слишком много на нем всего завязано. Это целая индустрия, и если вы будете на это смотреть шире, то есть что такое вообще рынок недвижимости, и не будете думать о том, что рынок недвижимости – это конкретно ваш дом, а все остальное вас не интересует, то вы поймете, что, опять же, если не сильно загружаясь и не сильно вникая в какие-то очень тонкие нюансы, вы просто поймете, что ваш дом – это винтик в целом огромном механизме, и ваша задача при продаже дома, чтобы ваш винтик к этому механизму подошел, а не чтобы он лежал рядом и никому не был интересен. Вот когда он будет в этом механизме таким составным звеном, который играет определенную роль, он очень удачно в него впишется, это означает, что вы очень быстро найдете того покупателя, который будет ждать или уже ждет ваш дом на рынке. А пока вы и этот механизм – это две параллельные вещи, то, к сожалению, вам придется искать точки соприкосновения, либо ждать, когда там, может быть, рынок вырастет до ваших придуманных значений, а пока он будет расти, ваши придуманные значения станут еще выше по понятной причине, потому что вы все время будете хотеть видеть какой-то бонус для себя по отношению к рынку. Ну, к примеру, вот ситуация, человек продавал дом за 300, да, два года назад, за 300 тысяч, тогда его дом по тому месту, где он находился, в целом по рынку был завышен процентов на 10. И он думал, ну ладно, я ничего делать не буду, менять ничего не буду в цене, я просто посижу и подожду. Я вижу, что средние ценовые показатели по порту, допустим, это рост цен в среднем 10%, что в свою очередь означает, что если я сейчас палец о палец не ударю, то через год все равно рынок будет его оценивать в 300, которое мне сейчас надо. Но вдруг мне сейчас это кто-то даст? Это стандартная вот такая, знаете, установка очень у многих. Заканчивается все тем, что в том году, в котором он за 300 продавал, он его не продал, потому что он его процентов на 10, как я уже сказал, завысил. Проходит год, он опять выходит на рынок с другим риэлтором, ну потому что с первым ему уже неинтересно общаться. И неинтересно почему, потому что он ему сказал, что я рынок подожду, а когда год прошел, он уже дом свой не за 300 продает, а за 330. То есть вот этот вот рынок-то вроде как догнал эту цену прошлогоднюю и готов сейчас, очень много покупателей, допустим, готовы даже сейчас ее предложить, но поэтому продавцу этого уже мало, он уже хочет опять бонус себе. И он опять еще на 10% хлоп вверх и пишет 330. А как он это своему предыдущему риэлтору объяснит? Он же ему сказал, что рынок догонит, я его и так продам, а рынок догнал, а он взял от рынка и опять вперед убежал. И получается теперь следующий риэлтор с ним мучается. Ну это реальное слово. То есть самое подходящее слово это мучается, потому что перспективы нет, и этот человек просто хочет поиграться, он хочет найти как раз вот того самого, не знаю как назвать, толстую сумму, который почему-то деньги не считает и который просто придет и даст ему этот бонус сверху. И это реально должен быть кэш-байер, потому что мы с вами уже много раз говорили о том, что если это будет финанс-дил, это означает, что в подтверждении контрактной стоимости этого дома, который вы согласовали предварительно с вашим покупателем, банк задействует оценщика для того, чтобы убедиться, что вы не дутые цифры обсуждаете и что они реально подтверждены. Этот оценщик придет соответственно и оценит этот дом так, как этот дом стоит сегодня на рынке. И вот этот бонус ваш в 10%, который вы каждый год сами себе будете прибавлять, в надежде, что вам кто-то его даст, в итоге будет опускаться на землю и будет приходить оценка, в которой будет говориться, что реальная рыночная стоимость вот как раз на 10% меньше. Вы это будете видеть постоянно, вы будете убеждаться в том, что еще допустим, как мы уже говорили, по FHA loan, если оценка пришла, то эта оценка по вашему дому может болтаться в базе FHA где-то примерно месяца 3. Это означает, что если даже вы с этим покупателем в итоге ни к чему не придете и расстанетесь, потому что вы не захотите снижать цену, а он, соответственно, скажет, а мне нечем тебе добавить, и вы будете ждать следующего покупателя, тот опять придет с FHA loan, и думаете, что случится? Да, случится то, что та оценка, которая только что имела место по этому loan, она опять в этом процессе всплывет, и цифра, которая тогда была, она опять будет перед вами. И вы начнете плеваться, но, к сожалению, это факт. FHA loan у нас примерно половина, а то и больше, и это означает, что каждый раз не соглашаясь с кем-то, мало того, что вы можете целый год один оффер ждать при завышенной цене, просто всего какой-то теоретической вероятности, так еще, когда этот один оффер придет, это при том, что человек 50 на ваш дом посмотрит, или 30, я не знаю, в итоге у вас с ним отношения не срастутся, и вы еще себе вперед на 3 месяца авансом в истории оставите информацию о том, что FHA оценщик не подтвердил эту рыночную стоимость, и будете еще половину потенциальных покупателей отметать, потому что будете говорить, что нам FHA loan не нужен. При этом, когда вам будут говорить, почему, вы просто скажете, придумываете какую-нибудь там байку о том, что, ну, с каким-то обоснованием даже, это даже, наверное, многие там риелтору своему скажут, слушай, я тебе плачу, вот ты и думай, что надо покупателям сказать, почему нам FHA loan не нужен, лишь бы они не знали о том, что оценка была ниже. И, к сожалению, такое тоже бывает, и когда слушаешь вот так вот некоторых риелторов, которые объясняют, почему они не хотят брать FHA loan, потому что FHA – это не только, да, оценка, которая может зависнуть в базе на какое-то время, это еще и определенные требования, допустим, что крыша должна соответствовать определенным там критериям, что она не должна, не дай бог, протекать, что если у вас печка стоит, то она должна быть сертифицирована, сертифицирована, ну и много-много всяких разных других таких очень серьезных ключевых вещей. И когда этому риелтору, риелтор покупателя начинает задавать наводящие вопросы, говоря о том, что почему вы не берете FHA, почему, что, что в вашем доме не так, почему вы так от него сознательно убегаете, старательно, да, объясните, что у вас крыша протекает или что в этом доме происходит, он начнет смущаться и говорит, да нет, нет, в нашем доме все нормально. И потом в итоге глупость какая-нибудь в конце прозвучит, из чего становится ясно, ага, похоже, тут вот история какая-то была уже с предыдущими офферами и так далее, а еще и в базе видишь, что этот дом был пенден, а теперь вернулся на рынок. И в итоге, как это не маскируй, оно все равно так или иначе всплывет, и когда оно всплывет, продавцу в пользу оно точно не будет. И чем больше вы придумываете вот таких вот глупых объяснений, а здесь только глупые могут подойти, потому что ни одного вразумительного хоть как нет, то вы просто еще больше сами себя в угол загоняете и делаете эту процедуру вместо такой стандартной, понятной и приятной, какой-то, ну, очень странной и абсолютно непонятно, чем она закончится и когда, главное, она закончится. И, главное, никто вам помочь-то в этом уже не может, потому что вы сами себя закапываете образно, и чтобы вас откопать, как бы желающие будут, но вы просто будете им вставлять палки в колеса, говоря о том, что я хочу больше, я хочу больше. Вот так вот, потому что я хочу найти своего дурака. Вот такой самый общий распространенный подход, который, к сожалению, вот в нашей русскоязычной среде встречается, наверное, в каждом втором случае, если не чаще. Ну, я о своей практике говорю, да, может, у кого-то это и чаще, у кого-то реже, но я это вижу вот в каждом втором случае, что просто это звучит напрямую, прямым текстом, что хочу вот так. Откуда берется, непонятно, но и видно, что, объясняя человеку, почему и как формируется цена, и на что нужно обращать внимание, когда предоставляешь объективные данные по рынку, да, делаешь сравнительный анализ, показываешь все, что есть, все можно перепроверить, потому что, чтобы риэлтор вам не показал в письменном виде, вы всегда можете это на обычных пользовательских сайтах типа Zillow, Redfin, перепроверить о том, что за адрес, как пенден, не пенден, когда продан. Информация, допустим, по недвижимости во многих каунтис, на их локальных веб-сайтах, она вообще открытая, то есть вы можете забить адрес и узнать, когда этот дом был продан, да, кому он принадлежит, по какой цене он ушел и так далее. То есть все это можно проверить, но, к сожалению, внутренняя установка многих продавцов, чисто человеческая, не позволяет раскрывать на это глаза, потому что люди, многие любят заблуждаться и заблуждаться в том, что им нравится. Они просто свыкаются с этой мыслью, живут в этом, в придуманном мирке таком, и когда их из этого мирка вытаскиваешь, потому что иначе никак, ну, иначе зачем нужен риэлтор, это же не просто человек, который там ставит знак во дворе и потом общается со всеми остальными. И проценты получит. Да, и проценты, главное, как у многих, да, говорят, типа халявщики ни за что там деньги получают. Ага. Вот, и да, и все. И то есть человек даже не вникает, для чего ему нужен риэлтор, но он для чего-то нужен, поэтому надо его еще торгануть, с него еще комиссионную там что-то снизить, там еще что-то сделать. То есть сделать стандартно, как человек, я говорю, на базаре варежки с медом покупает. Вот примерно так же люди и многие пытаются при продаже дома себя вести. И когда они видят, что что-то не получается, они начинают риэлторов там тусовать, там других приглашать, там еще кого-то, и на 15-м человеке они понимают, что что-то люди-то разные, и уже и русские, и американцы, и все, кого мы тут только не видели, а подход-то у них примерно у всех одинаковый. Двигаться никто не хочет, объясняет, что как есть. И понятно, что с первыми 14 отношения уже испорчены, скорее всего, и из них уже выбирать не приходится, и придется останавливаться на ком-то, кто окажется в конце списка. А это не факт, что окажется какой-то специалист или профессионал, а просто потому, что вы опять же сами себя в угол загнали, пытаясь убедиться в том, что вы правы, не зная темы. Вы убеждаетесь в том, что, похоже, все-таки вы не правы, но пока это произойдет, к сожалению, утекает много воды. Да и риелторская среда тоже такая тесная, знаете, то есть здесь, особенно на селларзмаркет, когда очень мало домов, в принципе, выходит на рынок, как правило, любой потенциальный объект, который только еще собирается появиться на рынке, по нему просачивается информация, то есть вот, ну, как бы свойственно это. И вы общаетесь сами, вы делитесь там своими мнениями, со своими друзьями, там еще с кем-то. Вот это сарафанное радио потом распространяется, вы просите там никому не говорить. В итоге ваши же, с кем вы делитесь, делятся дальше этой информацией, и все равно до определенных ушей долетает, и тот или иной риелтор в курсе. И вот когда это происходит, и когда еще кто-то там у вас побывал, вы с ними не договорились, потом еще побывал, все равно так или иначе держите в уме, что информация о вашей несговорчивости, она распространяется. Никуда вы от этого не денетесь. Все люди, все, хоть и в профессиональном ключе стараются все делать, но чисто по-человечески все-таки иногда у многих влазит, так же, как вот вы при продаже думаете о каких-то вещах, которые вам самим одним интересны, так и, к сожалению, у многих риелторов, которые такие же люди, и тоже они чисто по-человечески порой рассуждают, там где-то слабину дали, где-то там еще что-то, но это бывает. И все, информация полетела. И в итоге потом вы будете со следующим общаться риелтором, а тот уже в курсе, что у вас тут интервью проходит полмесяца, каждый день по три человека. И он, когда к вам придет, у него уже будет, даже если придет, у него будет просто соответствующее уже настроение. И вы это увидите. То есть там не будет такого, что он захочет с вами во что бы то ни стало договориться. Он просто будет говорить дежурные вещи, и вы будете видеть его отсутствие заинтересованности. И вот это я специально объясняю, чтобы вы знали, откуда это все, откуда ветер дует. Потому что очень узкий и тесный у нас мир. Ну вот, дорогие друзья, такой у нас мир. И впереди у нас небольшие объявления, а потом мы продолжим наше. Второй материал немножко просел. Ну и я бы хотел спросить также у Александра по поводу вот этого нового материала, который называется магнезиум оксид, то есть MGO board. Вот это так называемый материал, который сейчас широко стал применяться, и который вроде бы как и в огне не горит, и в воде не тонет, и вроде бы как считается очень даже живучим материалом, который стали использовать. Правда, есть он только в Китае. Радио Slavic Family в цифровом формате в любой точке мира. Скачай бесплатное приложение для своего мобильного телефона. Доступно для iPhone и Android девайсов. Внимание, внимание! Слушайте все и не говорите, что вы не слышали. Радио Slavic Family открывает новую FM-волну. Теперь ваше любимое радио в FM-качестве. Местные и только самые важные новости. Информация с наших с вами дорог, прогноз погоды и море. Бесконечный океан в вашей любимой музыке. Музыки действительно по вашим заявкам. Наши самые любимые, местные, непьющие, поющие, ведущие. И все это для нас с вами. Итак, записывай, запоминай, настраивай свой приемник. 100.7 FM. Ваше любимое радио в FM-качестве. Ваше любимое радио в FM-качестве. Ваше любимое радио в FM-качестве. Вы слушаете KX-ET 1130 AM. Радио Slavic Family. Всем привет! Саламатсис Бадостар. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Ха-салам алейкум. Здравствуйте. Добрый день. Вы зовут Молдова Муфты Националы. Я приехала из Солнечной Кубани. Я приехал из Украины, город Янакиево, Донбасс. Я из города Симпалатинска, Казахстан. Я приехал из Объединенных Московских Эмиратов. Мы приехали из города Белтс. Я приехала из Одессы. Я из Канзаса, в Украине. Я приехала из города Героя Грозного, Чечня. Зусички Болгари, Рудени. И нас объединяет. Нас объединяет. Всех объединяет. Нас всех объединяет. Нас объединяет. Нас всех объединяет. Мы все объединены. Нам всех объединяет. Нас объединяет. Самое лучшее, самое главное. Первое общественное радио. Радио Славик Фэмили. Славянское общественное радио. Славик Фэмили Радио. Первое общественное. Радио Славик Фэмили. Славик Фэмили Радио. Славянское общественное радио на 11.30 а.м. Вы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы заботимся о вас и вашем здоровье. Продолжение следует... 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 Я ему говорю, ну, что ты с ним будешь делать? Я говорю, буду ждать. Я говорю, а что ты ждать будешь? Но когда цены подрастут, сейчас невыгодно. Он пару цистерн приобрел? Да, я говорю, тебе ты их хранишь. Говорит, ну, нормально, я там плачу, все нормально, все хорошо. Паручка цистерн, понимаешь? То есть они стоят на путях железнодорожных где-то? Да, я не знаю, я не знаю, с чем все это дело закончилось, но вот примерно такая же логика получается. И они правы все по-своему, понятно? Ну, да, то есть у тебя есть определенный товар, ты ждешь такой рыночной конъюнктуры, ты видишь, когда срастутся определенные вещи и когда внезапно цена поднимется, и ты в этот момент хлоп и со своим предложением сидишь на рынке в таком низком старте, да, и как только вот этот вот заказ на покупку по высокой цене, ты оп, и предложил свои там две цистерны или два танкера. Все, в наваре. При этом многие говорят о том, что у них эти танкеры, ну, таких небольших контор, особенно годами бывает в гаванях простаивают, ждут вот этой рыночной конъюнктуры годами. То есть они платят и за аренду танкера, они платят за простой танкера, и за все платят. Охрану. Там вообще, там очень много всяких затрат, но все в целом в итоге окупается при определенных обстоятельствах. То есть это такая игра по-крупному, и если это все перевести, вот эту аналогию, на наш рынок стройматериала, в принципе, очень похожая ситуация здесь. То есть плайвуд там, не знаю, бимы, то есть все, что там поставляется в определенных количествах, оно может закупаться сейчас ускоренными темпами, опять же, в ожидании того, что цены повысятся, там в размере 20% или 25%, какая-нибудь таможенная пошлина там появится вдруг внезапно, а у меня склад забит по дешевке, я сейчас буду по новым ценам это продавать. Очень удобно. То есть те, кто располагает таким кэшем или может там взять кредитную линию и имеет такие складские возможности, и очень многие люди этим пользуются. Поэтому с точки зрения нормальности, это с экономической позиции да, с политической не очень, потому что там наверху решают какие-то свои глобальные задачи, а у нас, соответственно, здесь люди на местах это понимают по-своему, потому что все бизнесмены в этом смысле зарабатывают деньги там и так далее. В июле очень интересная такая статистика, в среднем по штатам примерно на 5% уменьшилось количество выданных пирамидов на новые стройки. Очень много. То есть это очень серьезная цифра, причем непонятно, почему это летом произошло, потому что вроде как летом бери пирамид и строй, сухо, солнце свете там, все любят сухие дома покупать, мало кто любит покупать дома, которые зимой строились, потому что они мокрые, и все там могут прогнить там, ну или там начальная стадия какая-то начаться. Здесь вроде как лето, бери не хочу, строй сразу, продавай, спрос есть, цены вроде как нормальные, селларзмаркет нет, вот такая просадка. Тоже похожа и какая-то игра, каких-то серьезных там игроков, люди тоже понимают, кто строит, прислушиваются ко всем этим вещам, берут какую-то определенную паузу, понимают, возможно, что даже если они пирамид возьмут на зиму, то у них этот мокрый дом все равно купят там и так далее. То есть, вот факт есть факт, но вот опять же, не зная вот этой инсайдерской информации, попробуй разберись, наша задача не стоит знать ответы на все вопросы, наша задача стоит в том, чтобы анализировать вместе с вами эту информацию, и чтобы вы понимали, что то, что казалось вам черным, оно может быть реально не черным, а серым, и с любыми другими оттенками, и что это намного шире, чем оно изначально казалось. А если еще более приземленно, то все это нужно примерять именно по нашей тематике к покупке и продаже недвижимости. То есть, как только вам кажется что-то стопроцентным и однозначным, вот сразу себя тормозите в этом месте и думайте, что наверняка здесь есть что-то еще, просто я об этом не знаю. И вот такой подход, он на самом деле вам очень сильно поможет, потому что, когда вы научитесь сами себя тормозить и сами себя отдергивать, это уже высший пилотаж, и здесь вам будет намного проще понимать определенные вещи, подстраиваться под изменяющиеся события, не клинить, не заблуждаться, или если это и будет, то вы очень быстро будете выходить из этого состояния и ориентироваться по ситуации, и вовремя принимать правильные решения, вовремя зарабатывать правильно, или вовремя приобретать что-то, это уже у кого как, смотря с какой стороны вы находитесь, но это очень-очень серьезно. Еще один момент очень интересный, который мы сейчас наблюдаем, это относительно ставок на моргидж, вот эти 30-летние, о которых мы говорим. Опять же, всем известно, что с ноября прошлого года, с последних выборов президента, очень сильно скакнули эти цифры, то есть там, если было у нас 3,4, 3,4 десятых процента, то потом сразу это стало 4,3, а то еще и больше у некоторых, и почти на 1 процент, в общем-то, это выросло. С недавних пор, где-то вот месяц-два, возможно, примерно назад, пошла опять определенная коррекция. То ли наелись все те, кому это было выгодно, то ли что, я не знаю, но рынок акций у нас сейчас не падает. То есть как он сильно вырос, так он и растет. Обычно, когда падает рынок акций, соответственно, они, инвесторы, переключаются на рынок облигаций, по облигациям падает доходность, и, соответственно, падают процентные ставки на моргидж. Сейчас не та ситуация. То есть рынок акций не падает, рынок облигаций вроде как массово не переключаются, по крайней мере, пока, но доходность почему-то по облигациям снижается. И снижается наш с вами 30-летний моргидж, на который мы рассчитываем, на который мы ставим свои акценты. Очень интересное опять у нас время, и опять же, те, кто следят за этим, те, кто это видят, и те, кто еще не зафиксировал свой рейд, они сейчас на вот этом нисходящем тренде могут, если есть желание, если у вас все-таки будет какой-то профессиональный совет от лендера, можете на этом поиграть. Но опять же, только под чутким надзором соответствующего специалиста. Не советую этим заниматься тем, кто понятия не имеет, о чем речь, просто в ожидании, что вдруг там этот рейд станет из 3,89, как сегодня, 3,5. Опять, можно заблуждаться на любой предмет, но у вас, если вы пендин, то у вас сделка закрывается через месяц, примерно, там 30-45 дней, у кого как, и здесь, скорее всего, сильно вы не выгодаете. То есть, оно возможно как в ту сторону, собственно, так и в другую. Поэтому четкий надзор за этой процедурой должен быть. Вы должны получать советы от финансистов, которые за этим следят, которые понимают, с чем связаны те или иные события. Я риэлтор, я смотрю на это немножко с другой стороны, и я это понимаю и принимаю во внимание настолько, насколько это важно своим клиентам, чтобы вовремя, допустим, акцентировать внимание на том или ином вопросе. Дальнейшее его развитие и профессиональный ответ на него вы, конечно же, получаете у соответствующего специалиста, чтобы просто потом, поскольку мы с вами будем теснее всего общаться в этой ситуации при покупке или там продаже, допустим, дома, ну, сейчас речь о покупке получается, то чтобы потом я не слышал в свой адрес, что, а что, что нам не сказал, а почему мы об этом не знали. или почему вот это не произошло. Поэтому моя задача не напичкать вас всяким разным, чтобы потом голова опухла, а наоборот сказать о таких вещах, которые вам действительно будут полезны, которые так или иначе скажутся на вашем кармане, чтобы вы могли понимать, с чем вы столкнетесь, а то, на самом деле, что вас по факту заинтересует, вы можете этому развитию сами придумать, то есть пообщаться действительно с этим лендером или там с кем угодно и там с юристами или с бухгалтерами. Все, что вот вопросов финансового касается, это вот эти три человека, как правило, специалиста и сами для себя принять решение, а надо ли вам в этом вникать. Хотите ли вы вообще с этим разбираться или то, что на сегодня есть, это и так вас устраивает и вы не хотите, чтобы у вас там голова взрывалась от нового объема информации, с которой вы еще не знаете, что делать, потому что для вас это что-то в новинку. Следующий момент, опять же, касаемый вот этих вот ставок, тоже интересная очень информация мне попалась на глаза, такая, знаете, сравнительная, сравнительный анализ того, что у нас было до восьмого года и что у нас происходит сейчас. Вот примерно 90% сделок до восьмого года, то есть до кризиса, у нас происходили либо по двум mortgage, то есть у нас был first mortgage, да, и second mortgage, то есть человек реально вообще без денег покупал. Ему еще и closing cast, как правило, там покрывали. С тех пор много воды утекло, много restrictions появилось, много всякого разного, всяких разных ограничений и понятно почему, то есть, не знаю, для видимости ли это сделано, что кто-то печется или же на самом деле кто-то вынес какие-то уроки для себя на государственном уровне, но это имеет место. Так вот, сейчас мы видим, что, во-первых, второго mortgage как такового нет, есть какие-то отдельные программы, но там надо очень многим критериям соответствовать, чтобы у тебя был second mortgage, чтобы ты как можно меньше денег из своего кармана заплатил, но в целом сейчас мы видим, что людей, которые пользуются downpayment в процентном соотношении от 5 до 9, ну то есть, когда вы 5% из кармана downpayment носите и вот до 9%, это порядка 40% от всех сделок. Это в свою очередь означает от всех финансируемых сделок, что больше половины все-таки людей пытаются внести 10% плюс, то есть 10% от цены дома и выше. Почему эти люди это делают? Потому что по многим программам люди не хотят платить mortgage insurance. А что это? А то это, что это лишние пара сотен долларов в payment, которые можно не платить. Чтобы их не платить, соответственно, вы узнаете у лендера условия, при которых это законно и что за guidelines, которые регулируют этот процесс. И, как правило, этот процесс замыкается, что там вы должны либо 10% с лишним внести downpayment, а то и 20, либо там еще что-то может быть. Это, опять же, конкретно к ним нужно обращаться, им задавать эти вопросы, но, опять же, то есть, те 40%, которые вносят мало, они вносят для того, чтобы все-таки они жили в своем доме, да, они понимают, что им надо платить этот mortgage insurance, и они понимают, что, в принципе, в процессе они, наверное, как все пойдут через процедуру refinancing, то есть, переключаться с FHA на conventional, чтобы убирать этот mortgage insurance, лишь бы сейчас купить дом и точно знать, что живешь в своем доме. А вторая категория людей, вот эти вот, там, больше 50%, да, которые вносят больше, они этот вопрос решают для себя на берегу, то есть, они понимают, что им этот refinance потом из-за mortgage insurance не интересен, к тому же, он еще и не бесплатный, этот процесс весь, в будущем, и, соответственно, они это решают сейчас. Еще один очень интересный критерий, почему ситуация сегодня, с заемщиками сегодня, не похожа на ситуацию с заемщиками до 2008 года. по подавляющему большинству новых guidelines, кредит-скор у сегодняшнего заемщика выше, чем требования десятилетней давности, примерно на 50 пунктов. То есть, если в среднем, я сейчас не буду говорить, сколько было тогда, да, по кредит-скор, и сколько сейчас, но я просто приведу пример, что если, допустим, если вы 10 лет назад имели там 600 очков вот этого кредит-скора и могли там взять себе дом с двумя моргаджами, то сейчас при прочих равных уже не с двумя, а с одним, и вам надо им, моргаджами, вам надо не 600 иметь, а 650. Соответственно, там дальше примерно такое же соотношение. То есть, если вам раньше давали при 680, то сейчас при прочих равных только если у вас 730. Ну и, соответственно, что это означает? Это означает, что требования к личности заемщика сейчас намного строже, чем было тогда, потому что кредит-скор, знаете, да, формируется посредством вашей добавочной добросовестности, своевременных платежей, всяких разных, определенного количества имеющейся задолженности, которую вы систематически выплачиваете по каким-то кредитам там, ну и так далее. Соответственно, если у вас кредит скор низкий, значит, вы не совсем добросовестны. Или вы долгов набрали много, хоть и платите вовремя, но тем не менее это рискованно, поэтому скор низкий. Или вы где-то просрочили платеж, поэтому срок низкий, скор низкий и так далее. То вот сейчас, соответственно, отмечается, что более серьезный заемщик в этом смысле. И общая ситуация экономическая, это уж как подытожить, чтобы этот вопрос, она все-таки сейчас несколько отличается от того, что у нас было, опять же, до восьмого года, с точки зрения того, что рынок не считается таким уж дутым. Хотя все рекорды, главные индексы фондовые побили, и даже побили те, которые были в восьмом году, и сейчас они выше, но на самом деле, тем не менее, определенным там отчетностям считается, что вроде как более здоровый рынок, чем он был тогда. Но тоже отчетности у нас формируют люди, они же их и пишут, и корректируют, и делают для того, чтобы кому-то это было выгодно и нужно. Поэтому тоже к этому нужно несколько скептически относиться и анализировать, наверное, не только это, а еще и какую-то стороннюю информацию, чтобы она более какое-то объективное впечатление создавала. Время у нас опять прошло, почти целый час, очень быстро. Рад, что обсудили почти все вопросы, какие-то они... Ну, еще о стройматериалах мы еще поговорим. Да, поговорим там. Есть один момент очень интересный, это уже следующий вторник. С вами в эфире был ваш риэлтор в штатах Вашингтон и Орегон, Александр Сорокин. Программа наша, это образовательный курс «Двигаем недвижимое», образовательное, то есть она направлена на вас, как потенциальных участников рынка. Это не программа для профессионалов рынка, не для риэлторов, еще раз скажу, не для инспекторов, не там для кого-то еще. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь напрямую ко мне по телефону 503-863-9369, еще раз, 503-863-9369. До новых встреч. До новых встреч. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания. В штате Орегон. Внимание, внимание! Слушайте все и не говорите, что вы не слышали. Радио Славик Фэмили открывает новую FM-волну. Теперь ваше любимое радио в FM-качестве. Местные и только самые важные новости, информация с наших с вами дорог, прогноз погоды и море. Бесконечный океан в вашей любимой музыке. Музыки действительно по вашим заявкам. Наши самые любимые, местные, непьющие, поющие, ведущие. И все это для нас с вами. Итак, записывай, запоминай, настраивай свой приемник. 100.7 FM ваше любимое радио в FM-качестве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы слушаете ДимаTorzok ДимаTorzok